100 миллионов, они есть? Ну, насколько я знаю, они готовы предоставить Международный валютный фонд. Подожди, готовы предоставить, и они есть, это согласитесь, как говорят в Одессе, две большие разницы. Если кредитер надежный, то это одно и то же. Если кредитер надежный, то это одно и то же. А ведь если реформ не будет, то могут ведь ничего и не дать. Ведь это, как всегда, условия осуществления реформ. То могут быть значительно более плохие последствия, кроме как ничего не дать. Тогда ничего вообще не будет, будет коллапс. Реформа это единственная форма самосохранения, другой нет. Тут не вопрос выбора. Можем быть, реформы не могут. Если мы хотим, если власть хочет вообще самосохраниться. Послушайте, вот многие начинают роптать и говорить о том, что уже прошло 7 месяцев, 8 месяц идет, после того, как власть сменилась в стране, а реформ-то как не было, так и нет. Согласны с этим? Я думаю, что в значительной мере да. То есть какие-то изменения идут, но в системных изменениях нет. И главное, что больше всего я боюсь того, что реформы, если вы под реформами понимаете изменение законов, процедур, организаций, то они все будут, я могу сразу предсказать, будут неудачными, если мы не изменим людей, которые делают реформы. То есть я имею опыт, 23-летний участие в реформах, и я могу сказать, что если бюрократии реформы невыгодны, то она весьма изобретательна в их противодействии или извращении. Поэтому мне кажется, что нужны предреформы, а именно насыщение бюрократии. Слушай, зиму бюрократия может не пережить. Может она вымрет, может ее, как говорится, морозы изведут на корню. Я думаю, что у бюрократии, насколько я вспоминаю, в офисах всегда тепло. Нет, были случаи, когда холодно. Ну хорошо, все-таки, если серьезно, Александр Иосифович, я апеллирую к вам как к экономическому гуру, если угодно. Вот другой экономический гуру, Кахи Бендукидзе, Кахи Автандилович Бендукидзе, в прошлом успешный российский бизнесмен, который там переехал в Грузию, работал в правительстве Саакашвили, приложил руку к многим успешным реформам. Вот с недавних пор он стал бывать и в Украине, и давать советы новой украинской власти. Вот совсем недавно он выступил, как вы, наверное, читали, а может быть даже лично слышали его выступление последнее, что время упущено, и уже можно вообще никаких реформ не провести. Он радикал, но у него, с другой стороны, за его радикализмом есть некий успех. Он считает, что чем хуже условия, тем легче делать реформу. Это его точка зрения, я считаю, это правильно, но для этого нужны очень радикально настроенные люди, для того, чтобы так действовать. Пока у нас мы их не видим, да, радикально настроенные люди. Радикалы есть внизу, наверху скорее умеренные люди, чем радикалы.